доброго времени суток всем с вами вновь билли и это мой гайд на шамана специализации совершенствования в патче 902 но также думаю будет актуален для патч 905 связи с тем что данная данная ветка не претерпит значительных изменений вот единственное отличие то что опыт молнию цепную молнию у всего класса то есть не только у инхов а в целом также опыт щит молний для инхов на 400 процентов и это не сильно повлияет на урон шамана в целом конечно это плюс и несомненно но пока что других изменений не предвидится будем дальше смотреть возможно будут подвезут другие апы нерфов не думаю чтобы будут они какие-то по той причине что класс не является топом в dps мете и даже не занимает какие-либо лидирующие позиции в топ-5 там и или еще какие-либо другие но класс играется могу его порекомендовать многим и давайте обсудим преимущества недостатки для меня несомненным плюсом было то что класс играется довольно зрелищно и динамично и имеет завидную анимацию скиллов то есть пуляться молниями налево и направо как тор какой-то это довольно круто было для меня не знаю как для вас а вот а теперь поговорим о как бы весомых плюсах минусах которые влияют на геймплей и на цифры которые вы будете выдавать и на вашу полезность в ключах или рейде что касается рейда я не рекомендую энх шамана как бы я немного на нем рейдил но исследуя логи и пытаясь не чуть-чуть порейдить я понял что не для рейда энхи энхи на мой взгляд только для мифик подземелий и то там тоже они не являются топовыми не самыми желанными скажем так гостями но если вы играете в свои пальчики своими друзьями то я думаю свою пользу приносить будете так основные плюсы много возможностей для того чтобы наносить урон то есть можно и в соло цель хорошо дамажить и в 2 цели и в 3 то есть и в ауе что-то дать какой-то урон то есть это не какой-то специфичный класс который может ну раскрывает себя только там при наличии пяти цели и более или на там две цели или три как тот же охотник или там афлилок который может который в ключах не не особо-то хорош для многих то есть афлилок например в рейдах топ-1 в ключах он не занимает лидирующей позиции энхи может наносить урон и так и так потому что выбор способности у него довольно обширный также много различных способностей для пользы в для своих тиммейтов то есть станы контроль любите коста с расстояния как но не у всех милишников такое есть но у нх есть вот также способен наносить ауешный урон при этом он продолжает может сфокусировать урон на одной цели но продолжая дамажить остальных там цепной молнии или какими-либо пороками хорошая мобильность имеется антистан то есть если вдруг на вас повесить какие-то руты например смертельной трезь не новости может повеситься заморозка и вы можете сами из нее выйти волки постоянным мы довольно мобильные быстрые многие нас не могут догнать и также есть еще один плюс это тотем неистовство ветра который полезен также и в рейде для милишников они мы поговорим чуть позднее недостатки вот сейчас прям очень важно очень нестабильный урон непостоянный если мы если нам не прокают оружие водоворота или вестник шторма то есть это рандомные проки которые могут прокать а могут не прокать связи с этим наш урон довольно таки нестабилен он рандомен также нам необходимо как многим милишникам находиться рядом с целью постоянно то есть на перебежках на каких-то или на динамичных боях мы будем терять просто тонны дпс а прям тонны очень мало защитных колдаунов призрачный сдвиг единственный наш защитный колдаун но как бы не спасет он нас вам большинстве случаев то есть он универсален он довольно легко применяется у многих нет такого даже такого защитного колдауна то есть у нас не никак не сковывает на не привязывает никому какому-то месту не уменьшает наш исходящий урон то есть мы нажали его и продолжаем дальше дамажить вот но он единственный вот так же у нас имеется еще щит земли но не все с ними любят играть вот и не так уж он хорош больше никаких сайлов нет также чувствителен к ошибкам к различным порой могут быть простой в ротации то есть приходится порой кастовать просто молнию когда мы стоим рядом ну хотя мы являемся милишником и молнию цепную молнию мы сливаем по прокам но порой если совершить какую-то ошибку в ротации можно начать кастовать от нечего делать просто молнию и это говорит о том что мы допустили какую-то серьезную ошибку либо у нас очень мало хосты вот вот собственно и все все плюсы и минусы далее мы перейдем к талантам данного данной ветки и так перейдем к талантам на пятнадцатом уровне мы выбираем неистовое ветра этот талант без альтернативен что в соло цель что в аое в ключах в рейдах везде мы берем только его потому что он усиливает нашу основную а наносящий урон способность оружия неистовство ветра талант на двадцать пятом уровне то же самое грозовой шквал без альтернативен почему потому что эти два не так сильны возможно их как-то бафнут усилит я пока не могу сказать никаких никакой информации по этому поводу не было поэтому первые два таланта без альтернативны третий талант на 30 уровне здесь можно уже подумать что мы хотим взять дух волка добавляет нам немножко в живучести но в первую очередь добавляет нам подвижности мобильности с ним я рекомендую бегать но в open world и по-любому в инсты если вам не хватает выживаемости вот можно взять щит земли кстати статический разряд конечно тоже иногда можно рассмотреть если вам не хватает контроля но по дефолту и рекомендую бегать духом волка потому как щит земли не даст нам достаточно выживаемости сколько даст нам мобильности дух волка при этом дух волка также добавляет нам немного выживаемости форме волка собственно следующий тир талантов и здесь уже можно что-то подумать 35 уровень здесь мы выбираем в соло цель ауру стихий потому как этот талант дает нам очень много урона в соло цель по сравнению с бурей и сградом но по дефолту рекомендую бегать с бурей и сградом в open world в ключах и в ауе этот талант очень много нам даст потому как мы будем сливать стаки оружия водоворота перед тем как мы будем сливать стаки оружия водоворота на цепную молнию или на молнию мы можем всегда взять за правило нажимать ледяной шок потому как этот талант усиливается но позволяет нам усиливать урон от ледяного шока за счет оружия оружие водоворота вот далее следующий 40 уровень здесь мы выбираем страж природы природы как бы тир талантов не сильно то апает наш урон это такой ситуативный талант но он выигрывает у всех остальных 45 уровень и вновь без альтернативно раскол выигрывает и в соло цель и в ауе рекомендую брать его на пятидесятом уровне здесь тоже можно немного подумать многие ну как многие если открыть варкрафт локс ауешных боссов а также соло боссов в топе будут все вот с этим талантом перерождение включи мы также берем его то есть можно сказать что без альтернативно но порой в соло цель землю земля земляной шип тоже может дать хороший дпс поэтому тут уже на ваш вкус для меня этот талант тоже является без альтернативным но возможно вы рассмотрите также земляной шип то есть вот так вот выглядит наш билд на в принципе на все случаи жизни за исключением вот этого вот таланта по сути то есть вот этот в соло цель я бы рекомендовал всегда брать вот теперь перейдем к эквипу теперь поговорим о нашей экипировки и так когда нам падают шмотки мы выбираем из них наилучшую по какому принципу по этому в данный момент приоритет характеристик отошел на задний план на первом месте у нас всегда майн-стат то есть ловкость и у других персонажей к слову у многих точно так же вот если шмотки приблизительно одинаковые там его или уступают например на 5 единицы там его тогда мы можем обратить внимание на дополнительные характеристики какой здесь приоритет на первом месте скорость то есть если эта шмотка со скоростью то мы ее выбираем если это шмотка содержит в себе искусность то возможно мы ее не выбираем потому как искусность нам нежелательно на первом месте у нас потому что скорость на втором находится крит и верса на третьем искусность критический удар и универсальность мы пытаемся держать на одном уровне то есть вот например как у меня кольца одно кольцо скорость крит другое кольцо скорость универсальность вот и такой принцип поможет нам подобрать оптимальный шмот оптимальную экипировку для нашего инх шамана что по аксессуарам так как я не рекомендую всем брать два прожимных тринкета хотя каждый самый для себя это определяет на варкрафт локс можно заметить некоторых игроков которые с двумя прожимными тринкетами занимают топовые там позиции выдают какой-то сумасшедший урон но мне данная как бы политика не нравится я предпочитаю один тринкет прожимной другой не прожимной но мне топовая не упала самое топовое но вот прожимной тринкет на мой взгляд лучший это воспоминание о былых грехах вот он топовый прожимной тринкет который даст нам максимальный урон особенно в одну цель если мы ходим в ключи там можно также выбрать тринкет и с той стороны то есть квантовое непостижимое квантовое устройство который будет нам давать стат как правило это самый замакшенный наш штат то есть у меня бы это была скорость смею предположить но я думаю не все так просто вот поэтому но в любом случае этот тринкет тоже бисовый из прожимных рекомендую брать его из непрожимных что стоит взять флакон тлетворной массы не так плохо можно брать его но можно рассмотреть также и другие варианты так секундочку на найти где у нас находится вот он декантер заряженных аниме ветров вот этот тринкет наравне с первым тринкетом из рейда вместе это будет прям вот идеальный набор на мой взгляд то есть на максимальный дпс дкантер из кровавых катакомб и забываю название и воспоминания оба об его грехах вот этот набор очень хорош что можно рассмотреть также ну вот из прожимных на хосту перегруженный аккумулятор аниме не так плохо ком-то из подземелья он падает сейчас мы найдем заодно покажу еще один вот и шпиль и шпиль и падает прожимной тринкет здесь в чумных каскадах находится флакон которую я уже рассматривал и где-то еще один был интересный тринкет который я бы предложил очень много в этом патче тринкетов которые вот ну просто мусорные я бы сказал видать из рейда ты не был еще один тринкет так не то вот это тоже можно рассмотреть ну более-менее он прост и и вот он вот этот еще аксессуар потому как много хасты дает макабрическая партитура вот ее можно еще рассмотреть то есть тоже на хаст но он прожимной и после того как вы прожмете его появится иллюзии рядом с вами которые нужно забрать то есть это же лишний момент который не хотелось на которой не хотелось бы тратить время вот что касается тринкетов далее что касается у нас легендарок бета альтернативная легендарка сейчас я открою путеводитель способности вот у нас способности и здесь мы выбираем ветра рока то есть вот этот это легендарка у нас бисовые лучше конечно ее ставить на голову потому что много статов то есть у каждой ли у каждого воспоминания у каждой легендарки есть вот видите вырезание рун голова пояс пояс даст меньше статов чем голова поэтому мы покупаем легендарную голову и туда делаем легендарный предмет в чем суть когда мы ставим тотем поставил тотем неистовство ветра на 10 секунд вероятность активации оружия неистовство ветра повышена на сто процентов носимый урон увеличен на 25 процентов при этом нужно поддерживать на себе всегда этот эффект то есть я вот часто темп оставил но сам баф на себя не повесил вот и всегда то есть эти 10 секунд нам необходимо находиться рядом с целью потому что и проживать прожимать свою бурстовую ротацию то есть это удар бури это сокрушающая молния вскипание лавы раскол то есть кастовать что-то не рекомендую под этим бурстом это будет потеря дпс а также эту механику так стоп по легендаркам если вы прям вот не хотите брать ветра рока прям вот вы ненавидите эту легендарку то тут была еще одна легендарочка которая топ-2 возможно ее там как-то усилит вот она по моему или не она это это точно не она тоже не она ну да это вот этот а топ-2 то есть когда вы поглощаете оружие во дворота время восстановления удара бури сбрасывается и увеличивается то есть это второе наше источнику урона один из основных вот например где-то я был вот смотрим нажал нечаянно на первом месте у нас атака с неистовством ветра с большим перевесом на втором месте цепная жатва у меня но видимо я удачно и как-то прожал вот а на третьем у нас удар бури то есть если вдруг удар бури там как-то бафнут или бафнут вот эту легендарку ветра занерфит то это наш второй выбор то есть держите это в голове что касается кондуитов над же она для нас бисовые вот вот такой вот путь мы выбираем поиск острых ощущений тут он без альтернативен я пока что вот так вот бегаю потому что мне нравится вот этот вот кондуит но большинство выбирают вот этот бесстрашный дуэлянт а вот особенно в рейде в рейде этот талант гораздо больше дает но мне нравится вот это оружие водоворота усиливает урон и эффективность исцеления вашего следующего заклинания еще на 2 процента пока вот с этим бегаю вот потом поменяю здесь также у нас есть один кондуит который баф нет нашу основную механику неистовство ветра это неистовые ветра то есть оружие неистовство ветра с вероятностью 24 процента наносит третью атаку то есть еще вероятность на третью атаку вот то есть у нас сама обилка усиливает оружие и позволяет нам вызывать еще две атаки которые наносят урон вот это позволяет нам получить еще третью атаку а тотем как бы усиливает вероятность активации и увеличивает урон и вот эта механика является основной дамажищей для нашей специализации вот эти 10 секунд что стоит тотем мы должны находиться рядом с целью и на нас вешается вот такой вот добавь на минуту когда мы поставили то есть сколько мы бы потом не ставили этих тотемов вот этот эффект на нас не повесится на нас будет только сам эффекта тема работать то есть ваш авто атаки с вероятностью 20 процентов могут нанести повторный удар то есть вот сейчас вот отойти подальше и он уже не работает тотем то есть если бой мобильный на вас дебаф но я бы все равно рекомендовал пока бежите нажать еще раз тотем порой это необходимо вот чтобы обновить сам эффект тотема вот на этом все сейчас поговорим о ротации ну а теперь мы поговорим о наших скиллах на нашей боевой ротации и о самой концепции класса поговорим поподробнее итак сперва необходимо понять типы скилов которые есть военных шамана основные первые это усиливающие бурст бурсты скажем так то есть вот нас есть дух дикого зверя очень приятный кода он который призывает двоих волков которые усиливают генерацию эффектов оружия водоворота то есть они сразу дают и потом раз в три секунды еще по одному эффекту плюс они там как бы дома что тоже сами по себе то есть это бурстовый кодаун с восстановлением две минуты перерождение кд 3 минуты превращает нас служителя воздуха и заменяет способность удар бури вот которые можем кастовать издалека вот снижается как бы стоимость удара бури и уран урона от автоатак становятся стихии ветра игнорирующими брони вот следующий также бурстовый кодаун это на жажда крови это этот скил у нас на все пати работает то есть мы бездумно его не отдаем когда хотим потому что когда я слишком большое и 3 домашний кодаун наш тотем из-за нашей легендарки то есть это минутный кодаун это двухминутный это трехминутный вот это наши бурстовые белки ну так же к ним можно отнести иногда тринкеты вот прожимные как бы грубо говоря чтобы начать дамажить мне нужно нажать раз два три 4 5 кнопок который меня усилит вот следующий тип скиллов это удары удар бури скипание лавы и сокрушающая молния это основной источник урона когда мы уже набав или себя мы жмем именно эти кнопки когда этих кнопок нет мы жмем огненные шоке третий тип скилов то есть что себя представляют шоке огненный шок это то есть дота которую необходимо нам поддерживать на цели когда небольшое но мы ее не спамим то есть нажали на одну цель и поддерживаем если это две цели можно попробовать поддерживать на двух целях то есть ну почему нет ледяной шок это не дота это просто нюк домашний который замедляет цель на 50 процентов вот но если это мы бьем ауе пак и у нас взят талант бурю за градом то ледяной шок становится сильным ауешным кулдауном который мы включаем в нашу ротацию и добавляем вот к этим трем скиллам то есть 4 скилла у нас уже пока мы жмем эти все скиллы у нас копятся эффекты оружия водоворота вот ждем когда у нас вот нас появилось 7 и у нас загорелись четыре кнопки молния цепная молния исцеляющий всплеск цепное исцеление исцелять нам никого не нужно манихил ну если это конечно не критическая ситуация какая-то и вот видим у нас еще есть 12 секунд чтобы потратить эти стаки оружие водоворота мы жмем цепную молнию и жмем ее инстантно вот нажали гкд не тратится никакое то есть мы просто между вот этими кнопками когда накапливаем энергию оружие водоворота сливаем ее на цепную молнию также эту энергию можно потратить на обилку ковенантскую в данном случае винтирскую вот потому что я я не рассматриваю а другие ковенанты потому что мне они не нравятся я считаю это оптимальным выбором почему сейчас поясню смотрите она не загорается но она также жмется инстантно в чем суть мы нанесли 35 тысяч урона в секунду не запустив гкд также мы подхилили тут вот молодых людей несколько и себя в пати это очень мощно то есть когда мы хотим мы можем контролируемо взять если как правило в бою всегда есть стаки оружие водоворота поэтому мы можем взять и подхилить наши пати даже не на секунду не отвлекаясь на какое-либо другое действие конечно она кастуется тотная жатва и при желании мы можем резко вставать но как правило это не нужно также если все очень плохо можем по саппортить наши пати нажав еще на какие-то тотем и то есть у нас есть тотем замедления замедляющий на сколько на 50 процентов довольно сильная то есть тотем поставили дали ледяной шок и пати не двигается пати то есть ну пак вот так же стараемся контроль и ставить там конденсации которые взорваются через три секунды и застанет на сколько там на три секунды ну да и взрывается он через две секунды написано но вообще странно потому что таймер идет с 3 ладно тоже у нас есть тотем и еще хилищий тотем который периодически можно ставить но вовсе не обязательно там он не сильно подхиливает по 700 где-то на протяжении чуть больше 10 секунд но это тоже полезно если все плохо мы жмем вот это жмем сайловый кулдаун астральный сдвиг и можем даже волка прыгнуть или нажать щит земли вот также хочу заметить на хочу обратить внимание на тотем трепета вот он это антифир тотем который будет нам полезен например в смертельной тризне вот когда мы увеличима коста и идем к следующему боссу нам будут встречаться такие большие дядьки как скелетон кинги из доты с большими мечами вот они кастуют фир который ну там их есть место где их двое вот если мы каст не сбили хотя довольно сложно у нас 12 секунд всего лишь когда я на сбитие каста и это она сбивается с 30 метров но вдруг например мы одному сбили а второму больше никто не сбивает ставим тотем трепета и как только он кастанет фир нас сразу же выбит из фира и нас и наши пати полезная вещь рекомендую пользоваться этим и так мы рассмотрели почти все у нас также есть еще пурш есть еще хекс у нас есть диспел можем себя диспелить многие вещи рекомендую этим пользоваться например в чертовых покаяния можем себя вот этот круг красный диспелить ну и есть элементарь земли если танку плохо можем иногда подрубать плюс есть антистан в смертельной резни на власти вот эти вот оковы ледяные путы мы можем снимать себя сами но рекомендую не делать этого сразу то есть как только люди отошли от нас тогда мы снимаем себя путы иначе повеситься на них вот поговорим о собственно опенере то есть мы пришли в рейд или пришли в инст что мы делаем первым ребаф щит молний неистовство ветра язык пламени ребафнулись далее что мы делаем когда мы подходим к атаку к цели мы жмем огненный шок доту повесили ставим тотем запустили на минуту наш колдаун 10 секунд идем бить и жмем удар бури прожимаем наши бурсты как только мы переродились мы также наносим еще один удар удар ветра запускаем сразу я не буду сейчас нажимать потому как я хочу попробовать подамажить потом пока что просто объясню то есть удар бури атакующие колдауны все поражали потом спамим удар ветра вот этот который заменяет удар бури и когда он в кд мы жмем остальные наши кнопки вот вот такой у нас примерно опенер получается вот так же хочу обратить внимание на концепцию дебафов то есть некоторые скиллы бафают друг друга или добавляют например цепная молния нажмем ее сразу дает стаки бури с градом то есть после цепной молнии даем бурю с градом бах и также у нас бафается сокрушающая молния жмем ее сам по себе скилл сокрушающая молния дамажить не очень много но вот с этим бафом от цепной молнии видите в описании первый абзац объясняет сколько целей поражает молния сколько он наносит второй абзац говорит о том что следующая сокрушающая молния нанесет больше урон вот то есть обращаем на это внимание также у нас есть скилл раскол который мы берем в талантах потому что он банально лучше вот этих двух как мы используем его он не является ударом это просто домашний колдаун но не советую сливать его бездумно почему потому что видите в описании написано что он лишает возможности совершать какие-либо действия в течение двух секунд то есть это микробаш мы можем им сбивать косты серые косты примеру где в чертогах покаяния есть такие паки где две собаки ходят и с ними ходит поводырь такой вот это какая-то там баба винтирка с арбалетом вот она просто стреляет и не подходит но как только она начинает кастовать скилл то есть как только она его скастует она бафнет своих собак которые получат энрейдж и начнут очень больно дамажить нашего танка вот чтобы этого не допустить мы можем сбить этот каст либо тотемом но мы можем ошибиться потому что он не сразу бахает вот так задержкой а можем дать раскол и причем это будет ауешное сбитие костов то есть пользуемся этим и стараемся сбивать проблемные косты не только пронизывающим ветром но и расколом вот но сейчас можно будет попробовать подамажить так мы сразу даем огненный шок ставим тотем прожимаем обилки даем удар бури нажмем пяти рождение сразу жмем цепную жатву цепную молнию раскол удар ветра ледяной шок если откатывается у нас раньше удар ветром и жмем в первую очередь его возможно я ошибаюсь но это не точно то есть примерно вот так вот мы все это прожимаем вот видите я сейчас ошибся и у меня простой в ротации которые могут быть вот так вот периодически у нх вот но порой это будет не из-за ошибки знаю сейчас я ошибся или нет но такое обычно не происходит но сейчас вот видите опять жду то есть они не бьешь не нажимаю какие-то кнопки я жду стою почему-то вот dps примерно падает до 4к то есть я бью сейчас три цели обновляем тотем продолжаем жать наши кнопочки наверное я до 500 тысяч дожду ну вот примерно 5к в три цели у меня держится как-то вот так вот это если цель статично то есть я не никуда она не уходит так сказать жмем еще раз цепную жатву вот 500 тысяч она дамажу примерно можно вот так вот еще сделать сейчас добью кнопки вот эти и последние два стака буря и молнии солью вот 5к в три цели в одну цель я не думаю что было бы 5к был бы гораздо меньше на первом месте у нас опять атака с неистовством ветра на втором цветная жатва удар бури вот как-то так в инстах я считаю можно выдавать вполне конкурентоспособный урон при этом выдав контроля пайки тотемом конденсации и расколом вот так же и они за меня обратил внимание на нашу еще одну способность которые нету у многих других хотя у нас нету бээра но при этом у нас есть что у нас есть реинкарнация раз в 30 минут мы можем встать и как бы если мы ошиблись или нас что-то убило нас не прохилили мы можем реинкарнироваться и продолжить как бы играть при этом надо будет ребафнуться после нашей смерти не забудьте об этом ну и на этом все как бы все обилки я рассмотрел шмоте мы поговорили о талантах тоже и о преимуществах и недостатках данного класса мы также поговорили всем спасибо просмотр счастливо и и Субтитры сделал DimaTorzok